Добрый день, дамы и господа. Всем привет, ребята. Всем добро пожаловать. Мы вновь продолжаем приключения нашего святого Олега. И, в принципе, более или менее я выровнялся, так сказать, по финансам. У нас темная луна вроде как, какое-то уведомление выскочило, ладно. В общем, выровнялся я немножко по финансам. Сейчас мы уже, наконец-таки, у нас событие произошло. Мы получили, наконец-таки, первый уровень клана. Естественно, я тут пока бегал, пока, скажем так, сражался с другими бандитами. И, в общем, при всем, как говорится, уважением мы с вами получили первый уровень. Мы будем, конечно же, и дальше пытаться прокачиваться в этом тяжелом мире. Но постепенно мы будем, так сказать, продвигаться к территориям вампиров. То есть наша основная задача, наша основная цель сейчас более или менее пытаться вот так вот сейчас нападать на этих бандитов. Более или менее пытаться прокачивать, скажем так, к себе отряд. Потому что нам сейчас 54 человека дозволено, так сказать, 55 уже дозволено нанимать максимально. И, в принципе, более или менее будем продавать все основные шмотки. То есть, в принципе, будем придерживаться плана, которого я так и планировал. А, ну и заодно еще будем подчищать небольшие такие укрытия. Так, тут от нас что-то требует. Та-та-та-та-та-та. Ну, давай попробуем продолжить. В принципе, я не знаю. Ну, давай можем попробовать. Типа, ну, как бы инвестировать, вроде говорят. Шанс 0%, понятно. То есть закончим. Какая-то инвестиция была. Ну, и продолжим наши приключения уже после зачистки убежищ. Каков план, вы можете меня спросить. План простой. Я напоминаю его на всякий случай. Если вдруг кто-то предыдущий, скажем так, серии пролистывал, просматривал быстренько. То в планах у меня сейчас следующее. Мы с вами сейчас прокачиваем наших крестьян, наших, скажем так, воинов. Пытаемся накопить уже вполне такой приличный капитал. То есть, я думаю, тысяч под сто, наверное, золотых монет у нас накопится. По дороге, скорее всего, я ищу себе одного спутника. Найму. По желанию, как говорится, это будет кто угодно. Но по-хорошему, по-своему не попал, мне бы, если нанять какого-нибудь паладина, чтобы я у него не хуже забрал доспехи. Мы были реальным таким паладином с двойной баловой. Я даже не знаю, двойным молотом, я бы даже сказал. Вот так будет лучше. Потому что меч, конечно, хорошо, но молот у Олега это было бы намного круче. Что, бандитов почти зачистили? Хорошо. Там один остался. Было бы круто, если бы я по нему попал, конечно. Эх, но не попал. Я максимально юзаю свою способность. Хорошо, в принципе. Эх, ладно, кидаю. Он попал, ты прикинь? Ай-яй-яй, попал по коленочке. Ай-яй-яй. Повезло, конечно. Вот, вы посмотрите. Вот это молот, конечно. Но это какой-то средненький. Мне бы какой-нибудь побольше, железный. Тысяч за 30 хотя бы. И чтоб давал магию. И было бы вообще круто. Блин, слушай, чувак, не подходи. Кстати, он защищался, провтыкал и я победил. Неплохо. Повезло, повезло, я бы сказал, повезло. И по дороге случилось такое, скажем так, небольшое нападение. В общем, сейчас я максимально прокачиваю свои навыки владения, скажем так, навыки командования. Мы сейчас, у меня 54 человека, а против нас онгорские, скажем так, бандиты или кто-нибудь тут есть, степные бандиты, кто-нибудь там, все вместе перемешиваю. В общем, отряд из 90 человек, это уже не первый отряд, которым я сражаюсь. Смысл в чем, ребятки? Смысл в том, что на них очень много можно денег поднимать и прокачивать, соответственно, своих солдат. Плюс мы сейчас идем в территорию, где у нас максимально хаос развит, где мы максимально, скажем так, будем страдать, если мы встретим жестко прокачанный отряд хаосников. Будем их так называть, отряд хаоса. И это не вот какие-то там бандюганы или культисты, а именно рыцарев такие, ну, я думаю, знаете, из Вархаммера. Поэтому будем страдать, если мы хоть один такой отряд встретим, поэтому надо максимально сейчас прокачиваться. Плюс ко всему, я уже встречал у этих самых, у этих бандюганов, я у них встречал таких, я не стал снимать, потому что там были небольшие отряды, думаю, в принципе, вам в следующий раз покажу, если будет большое сражение. У них там такие минотавры, минотаврики средние, какие-то огромные были. Вот эти ребятки, конечно, тоже мощные. Но мы с вами сейчас не будем нанимать себе в отряд никого подобного, даже если они в плен у нас попадут, потому что мы с вами играем только за свет и за добром. И очищаем эту землю. И вообще, данное прохождение у нас по зачистке от нежити. Все, победили, отлично, поехали дальше. И, собственно говоря, вот эти самые кентавры, или минотавры, кто они там есть-то, я думаю, было бы ошибкой не показать вам этих самых ребяток, просто на заставке, когда он такой, что-то говорил, какую-то толковую речь, что мы тебя побьем, мы заберем все твои деньги. Ну, так, знаете, бандитские все слова в начале. Я не стал, думаю, показывать вам, вот, напрямую будем сражаться с ними и увидите все. В принципе, что, деньги у меня растут, солдаты более или менее прокачиваются, конечно, очень некоторые страдают крестьяне, но кавалерия у меня уже вполне такая приемлемая. Еще я тут немножечко, скажем так, разобрался с этим, что у меня за молот такая, что у меня за вера паладинская прокачивается. В общем, за эту самую веру, видите, вот эти ребятки у меня прокачены, эти самые ребятки, ну, кроме крестьян, там уже более или менее такие рыцари, они улучшаются с помощью этой самой веры. То есть, грубо говоря, если нам, например, из ванили необходимо было, допустим, лошадь, чтобы был всадник там, да, чтобы, например, какой-нибудь солдат пересел на лошадь, как бы стал всадником, естественно. Здесь же нам нужно, чтобы улучшить солдат, нужна будет вера огромная. И, собственно говоря, за это вера тратится и мы прокачиваем наших солдат. И вот эти самые, скажем так, кто они тут есть-то, не на таврике, они вот тут есть и средние, есть и вон он огромный идет. Что-то вообще какой-то потеряшка, не попал по нему. И самое главное сейчас просто не дать им подобраться к моим крестьянам, а то нам будет очень-не очень. Вот, кстати, это был средний таврик, а огромный он, если бы я по нему попал, он держал бы максимально большой урон. То есть вот, пожалуйста, еще один конкурент по сражению, скажем так, с энтами. Это на будущее, скажем так, сражение. Так, ладно, пехота, держитесь. Мы очень постараемся их дамажить. Кавалерия вроде как нападает. И эти, кстати, тоже тупят. Я через своих строй развалил. Хорошо, так, надо потихонечку уменьшать их ряды. Потому что что-то многовато пехоты. У меня в основном точно с крестьяне после предыдущей битвы. Так, давайте, ребятки, погнали в замес. Я знаю, что меня могут ваншотнуть, конечно, особенно вот эти огромные ребятки. Они просто, они очень больно бьют. Тихо, отошел. Да отошел-то я сказал. Я уже рыцарь, е-мое. Который не попал только что мечом. Ну ладно, ничего страшного. Кто-то кого-то рубанул. Надо здорового попробовать. Просто здоровый, держит хорошо дамаг так. Не буду к нему подходить. Лучники пока тоже настреливают. Все, отлично, отлично. Прокачиваемся, ребятки. Давайте, прокачиваемся. Прокачиваемся. Вот, замечательно. Завалили. Осталось еще тут парочку. Братанов завалить. Все, минус один. После этого тоже загасим. Все, здорово, завалили. Ну все, собственно говоря, победа. Почти без потерь. Ну, только пехота моя осталась лежать на этом поле. Ну ладно, ничего страшного. Итак, с горем пополам я кое-как наскреб, скажем так, 90 тысяч и пришел в эти самые владения. То есть мы приближаемся к территории вампиров. И как вы помните, я хотел захватить сначала ближайшую страну. То есть не сразу с вампиров начинать. Потому что мне надо же где-то будет нанимать войскам. И, в общем-то, собственно говоря, смотрим. Вампиры у нас с стирландами воюют. А с стирланды у нас воюют со всеми. Не с этими, с этими воюют. То есть с соседями. То есть они между двумя. Между молотом не хуже и наковальней. То есть отлично. Но, по идее, у них очень много солдат. И там еще земли хаоса. То есть, грубо говоря, мы с вами можем постепенно... Ну, точнее, я думаю, уже мы выбрали с вами цель нашего захвата. И пока я очередной отряд разбойников буду зачищать. В принципе, если выбрать, скажем так, по пути наименьшего сопротивления выбрать именно вот этих стирландов. Да? То они как раз сейчас воюют с вампирами. То есть они как раз воюют с соседями со своими. С правой стороны вы видели по карте. В принципе, если я сейчас более или менее прокачаю уровень клана. Ну, потому что тут очень много вот таких шаек разбойнических. И, в принципе, если у меня будет уровень клана второй, я сейчас наберу себе еще больше войск. Ну, у меня там сколько будет, по-моему, под 100 человек будет. И, в принципе, я могу спокойно атаковать какого-нибудь лорда. То есть, ну, грубо говоря, ухудшая с ним отношения. А там, глядишь, третий уровень клана. А где третий уровень клана, то можно будет захватить крепость. Какой-нибудь замок небольшой. Плюс я создам отряды и спутников. Ну, и мы попробуем что-нибудь сделать. Потому что я не знаю, получится ли у нас вообще захватить. Но, грубо говоря, захватить какой-нибудь замок. В идеале, конечно, было бы город захватить. Но не факт, что у меня получится захватить этот город. Потому что сами понимаете, что осада будет тяжелая. А у них будут прокаченные ребятки. Ну, грубо говоря, захватить замок. Ой-ой-ой, получилось 68 по лицу. Ну, вот, пожалуйста. Лучники здесь очень больно бьют. И, захватив замок, мы бы могли организовать свое, собственно, королевство. Что-то там мою пехоту мнут прям. Конечно, надо будет следующим... Ага, следующим заходом, хотел сказать. Пехоту, короче, мы ее промяли. А мы берем нашего недо, скажем так, рыцаря. У которого мы отжали все доспехи. Надо будет ему тоже что-нибудь купить. А то что, если моего основного персонажа выносят. А этот с нереально крутыми характеристиками. У него просто там все зашкаливает. Так, ладно, топорик в руки и пошли. Вот видите, неудобно немножко рубить. Конечно. Ой-ой, дядька огромный, отошел. 43 урона. Так, что, пехота живет. Так кто-нибудь у меня вообще живет? У меня все, всех забрали просто вообще. Какой ужас. Кавалерия, это мое все. А, и плюс, мне нужно будет еще каких-нибудь стрелков нанять. Чтобы стрелки тоже вот так почищали, грубо говоря. Именно с пушек. Поэтому я сейчас, кстати, хорошо защитился щитом. То было бы очень неприятно. По-моему, моего всадника мне усанули. Так, дядька. Стоять. Все получи. Не попадаю с этого топора. Надо быть реально что-нибудь ему покупать. По снаряжению. Так, ладно. Ладно, зачищаем. В принципе, я думаю, мы разберемся со стороной, на которой мы будем более-менее пытаться воевать. Создадим сразу свою. И, грубо говоря, из тех захваченных крепостей я буду забирать что-то себе. Что-то буду отдавать своим спутникам в качестве вассалов. Я думаю, влияния тоже у нас с этим проблем не будет. Будет, конечно, ну, желательно бы еще, наверное, накопить денег. Чтобы в крайнем случае мы бы могли соглашение какое-нибудь подписать. Ну, вот это вы знаете что, да? Когда военное действие закончилось, мы там платим им дань, грубо говоря. Ну, то есть налог был бы. А, мы победили. Фух, отлично. Я уж запереживать здоровья маловато как-то. А бандюганов-то еще многовато. Все, отлично, победа. В общем, посмотрим. Посмотрим. План есть. Будем стремиться реализовать этот наш план. Ну, и пока я, грубо говоря, коплю свою мощь. То есть я сейчас очень хочу, опять же повторюсь, второй уровень клана. И уже с более-менее полноценным отрядом. Потому что мне в связи с прошлым, скажем так, сражением пришлось нанять половину новых крестьян. И крестьяне вряд ли смогут справиться с, скажем так, с целой страной, с которой будем воевать. Опять же, если вдруг так получится, что, например, пока вампиры там... В идеале бы, конечно, напал на эту страну, если бы там, да, вампиры нападали, грубо говоря, там, откуда они идут-то, по-моему, с запада. Восточная тоже страна нападала бы сразу. И я бы себе отхватил кусочек. То есть было бы вообще идеально. То есть мы бы образовали свою небольшую страну, скажем так, в этой разрухе. Но, с другой стороны, они могут всегда, могут они мирные договоры подписать. Ну, как я неудачно выбрал здесь. Здесь, видите, кавалерия не смогла ворваться. Это я увидел, когда эти заборы. Мне не понравилось. Ну, кстати, у меня стрелки появились. Среди пехотинцев. Надо помогать пехотинцам. То, что в прошлый раз меня пронесли очень сильно пехоту. А, 50. ХП еще минусо нули мне. Прекрасно. Ладно, как говорится, здоровья нет. Поэтому я по-любому заберу с собой еще кого-нибудь. Минус один урон пронесел. Блин, все, пехота у меня раскрошилась опять. Ё-моё. Ладно, будем кружиться, будем вырезать, пытаться кого-нибудь. Мочить, мочить. Просто всех мочить. Вот самое главное вот этих больших гасить. Кентавриков. Вот, держи по щам. Ай, лучники, держитесь, ребятки, держитесь. Вам сейчас тяжелее всего будет. Ладно, надо помогать. Помогаем, помогаем. Не даем никому подойти. Максимально осторожно. Максимально осторожно. Толпой гасим. Все, без потерь. Получилось? Все, отлично, да? Всех? Не, не всех. А, они отступают уже. Вот это классно. Вот это хорошо. Все, мы поддержали победу. Враг бежит. Замечательно. У него даже кто-то минусанул. Прекрасно. Получаем известность, получаем деньги и кайфуем с этого. И смотрите, кого я нашел. Я нашел Хейндела. И, чтобы вы понимали, вы посмотрите на его навыки стрельбы. Из лука. Ну да, не самый, скажем так, не тактик он, грубо говоря. Десять тысяч тебе будет. Но навыки лука, в принципе, разведки, что я очень ценю. И атлетичность. Разведка нужна для того, чтобы я в будущем делал из него отряд. Подожди, стоп. Подожди, подожди, подожди. Рыцарь? В смысле? Да у меня в смысле сбил. Подожди, 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 подожди. Рыцарь, я же у тебя отнял доспехи. А мы сейчас были в каких? Минуточку. Подожди, минуточку. Инвентарь. Так. Вот, мы Олег, мы в наших доспехах. И ты, и ты. Ах ты хитрый жук какой. Ах ты хитрый жук. Ты, вы посмотрите на этого рыцаря. Это был рыцарь. То есть, у него два. У него два, как его называть, два комплекта брони. Чтобы вы понимали. Два комплекта брони. Вот, что ты не стал на меня бочку катить, что я у тебя снаряжение спер. Ах ты хитрый жук. Вот это да, конечно, он. Вот это да. Ладно. Ну, тут я не буду уже ничего у тебя забирать, дружище. Тут, серьезно, я тебе просто отдам снаряжение. Я бы тебе закину еще копья. Но их нету, к сожалению. А у тебя что? У него то же самое, ты прикинь. И у него то же самое. То есть, и шапочки, и лук, и все это. У него здесь тоже есть. Это, конечно, я в шоке. То есть, тебя. Но это на всякий случай мы не будем ничего убирать. Потому что, видите, здесь загорается, когда мы берем эту шапку. То есть, мы не можем уже закинуть ее обратно. И оружие то же самое мы не сможем никак убрать и закинуть. Вот это, конечно, не хитрожопые. Ладно. В смысле, он меня сбил. В общем, сейчас я буду максимально делать упор за прокачку наших персонажей. То есть, прокачку наших, скажем так, отрядов. Естественно, я буду максимально копить. И уже ближе, наверное... Ну, я думаю, получится в следующей серии как-нибудь напасть на ближайшего лорда. То есть, на ближайшие отряды. Естественно, я попытаюсь подгадать момент, когда будет активная, скажем так, война. Активное сражение между этими самыми странами. То есть, межоусобица у них там будет. И я под шумок постараюсь уже к этому моменту прокачать себя, нашего святого Олега. Попробовать создать свою страну. То есть, если бы на следующей серии у меня так получилось, было бы максимально круто. Так, чё? Чё, чё, чё? Вот видите, оружие выкинул, пока заговорился. И нельзя его обратно класть. Плёс, надо ещё что-нибудь покупать. Хорошо, я из города не уходил. А, и ещё надо будет максимально нам пытаться избежать здесь вот этих самых хаосников. Какой-нибудь топорик тебе дадим. И тебе какой-нибудь топорик. А всё остальное я продам. Потому что, в принципе, оно не надо, а деньги нам нужны. Я думаю, сейчас около сотни будет у нас, да? В принципе, можем мясо чуть-чуть продать. И вроде как всё. Да, отлично. Короче, план у нас есть. На этом мы сегодня остановимся. Надеюсь, вам понравилось. У меня на этом всё. Всем большое спасибо. Увидимся, услышимся на полях сражений. И всем пока-пока.